Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Итак, мы на сегодняшний день разговорим с вами о новых совершенно препаратах, о которых мы не знали буквально даже 5 лет назад. Не буду их охарактеризовать, потому что много уже говорили. Но, с другой стороны, ведь эти препараты имеют определенную токсичность. И токсичность, она называется иммуноопосредованная, потому что она обусловлена механизмом действия этих препаратов. Она совершенно другая, она отличается от токсичности цитостатиками. И, как я уже сказала, она обусловлена механизмом действия препаратов, вызывается аутоиммунное, вызывает воспаление. Наиболее частыми осложнениями являются дерматиты, колиты. Реже появляются изменения со стороны гипофиза и щитовидной железы, панемониты и гепатиты. И нужно еще, имеющийся опыт говорит о том, что токсичность препаратов, которые направлены на цитотоксический лимфоцит четвертого типа, отличается от блокаторов запрограммированной смерти клеток. Они обладают несколько более благоприятным профилем токсичности. Какие же основные принципы ведения больных с иммуноопосредованными нежелательными явлениями? Во-первых, конечно, должен быть постоянный мониторинг за больным, и должен быть абсолютный контакт доктора с больным. Больной должен быть обязательно осведомлен о препарате, с которым он начинает лечение. И уинформирован должен быть и не только больной, но и врач, который начинает лечение, либо эпилемумабом, либо неволумабом, либо другим препаратом иммунного действия, должен очень хорошо понимать, с какими последствиями он может столкнуться. Ведь иногда токсические явления, с которыми мы встречаемся, закрываются самой клиникой самого заболевания. И только знание этого профиля может натолкнуть доктора на более раннее выявление. И, конечно, должен быть мультидисциплинарный подход. Не только онколог должен принимать участие в лечении нежелательных явлений, но и такие специалисты, как пульмонолог, гастроэнтеролог, дерматолог, радиолог и другие специалисты. И на сегодняшний день существуют алгоритмы по раннему выявлению и диагностике, и лечению нежелательных иммуноопосредованных явлений. Одни разработаны Соединенными Штатами, а другие разработаны в Европе и Австралии. Итак, если мы заподозрили нежелательное иммуноопосредованное токсическое явление, во-первых, нужно исключить неиммунную природу. Исключили иммунную природу, и если мы проводим симптоматическую терапию, если степень этого состояния невелика, то можно продолжать иммунотерапию основным препаратом. Обязательно нужно установить тяжесть состояния, вести мониторинг и лечение. И вот на этом слайде достаточно хорошо охарактеризованы те действия доктора, которые должны производиться в самом начале. Ипилимумаб. Сегодня много о нем говорили. Ипилимаб имеет несколько нежелательных иммуноопосредованных явлений. Одно из явлений — это дерматит. Он возникает чаще всего после где-то второй, на третьей неделе лечения. Причем, отметьте, ведь это не цитостатики, это моноклональные антитела. Непосредственно прямо токсического действия в первые дни не ожидайте. Ведь препарат будет накапливаться, он будет достаточно долго циркулировать. И может отмечается пролонгация вот этих симптомов. И наиболее первым нежелательным явлением, как правило, возникают дерматиты. Дерматиты могут протекать достаточно долго, длительно. Но вот медиана здесь, вы видите, приходится где-то на восьмую неделю лечения. Следующие по временному интервалу и по частоте — это желудочно-кишечные иммуноопосредованные нежелательные явления в виде колитов и диареи. Они возникают уже где-то на пятой неделе. Затем, как видите, печеночная токсичность возникает и гипофизиты. Они уже возникают достаточно поздно, уже где-то после шестой-восьмой недели от начала лечения. И могут длиться достаточно долго. В настоящее время проведен достаточно большой анализ нежелательных явлений. Как видите, на большой популяции больных с метастатической меланомой или местно распространенных полторы тысячи пациентов были проанализированы. И, как вы видите, токсические явления отмечались практически у всех пациентов. Но те, которые связаны непосредственно с препаратом, они наблюдали где-то у 85% и носили в основном невыраженный характер. А токсичность третьей-четвертой степени наблюдалась у четверти пациентов. Летальных исходов наблюдалось менее 1%. И наиболее частыми осложнениями являлись это осложнения со стороны кожи в виде сыпи, различных дерматитов и желудочно-кишечных осложнений. И большинство нежелательных явлений, как я уже сказала, имели низкую степень токсичности, хотя и встречали жизнеугрожающие состояния в виде перфорации кишки, тонкой кишки, толстой кишки, которые, конечно, требовали ургентных вмешательств. И, как вы видите, вынесут как раз на этом слайде и отмечены те осложнения, которые наиболее часто встречаются при лечении эпилевумабом. Таким образом, подведя резюме токсических явлений, которые встречаются при лечении эпилевумаба, нужно сказать, что наиболее часто осложнения встречаются в 85% случаев, связанных с аутоиммунным воспалением меньше 65%, и большинство имеет первую-вторую степень токсичности. Коротко остановимся на тех осложнениях, которые по нозологиям. Например, желудочно-кишечные осложнения. Наиболее чаще встречается диарея. В всей степени где-то 27%, но в 5% случаев могут наблюдаться достаточно тяжелые осложнения. И на колоноскопии мы видим гиперемию, рыхлость слизистая, иногда может быть извязление, ранимость. И поскольку достаточно часто при тяжелой степени, третьей-четвертой степени, токсичности делается колоноскопическое исследование, и делается, конечно, биопсия, то здесь мы можем увидеть, морфолог не мы, морфолог увидит, что это признаки аутоиммунного воспаления, где присутствуют клетки CD4, CD8. И перфорация, как я сказала, в 1% случаев. Вот здесь достаточно большой такой крупный слайд, где изображены алгоритмы лечения пациентов с желудочно-кишечными осложнениями. На что бы я хотела обратить внимание? Во-первых, действия в зависимости от степени. При легкой степени можно продолжить иммунотерапию, проводить симптоматическую терапию. Если эта токсичность не уходит, остается на таком же уровне, то решать вопрос о припевнении глюкокортикоидов. Хочу еще подчеркнуть, что несмотря на то, что мы проводим иммунотерапию, для оккупирования иммуноопосредованных нежелательных явлений используются глюкокортикоиды. К сожалению, я от специалистов, от онкологов слышала такое мнение, как же так, нельзя использовать глюкокортикоиды, это повлияет на эффективность препаратов. Так вот, в настоящее время исследования, которые бы подтверждали, что применение глюкокортикоидов снижает эффективность иммунотерапии препаратов, которые воздействуют на иммуноконечную точку, в настоящее время нет, поэтому используются глюкокортикоиды. И если тяжелая степень, то тогда уже используются иммуносупрессоры, типа инфлексимаба. И несколько обращу внимание, что при тяжелых желудочно-кишечных осложнений нельзя использовать, конечно, наркотические анальгетики и инфлексимаб, они используются при септических состояниях. И еще одно такое достаточно важный момент. Глюкокортикоиды должны использоваться долго. При легкой степени они используются в пароральном виде, в тяжелых ситуациях, в тяжелой степени используются парантеральные, и уходить нужно от них медленно. Используются они не менее месяца. И затем на поддерживающей терапии могут оставаться больные с любым видом токсичности. Ну вот здесь такой же слайд по поводу гепатотоксичности. То же самое здесь. Алгоритм лечения такой же. Легкая степень. Это можно только симптоматическое лечение проводить, не приостанавливая лечение. При уже тяжелых степенях приостановка лечения иммунопрепаратом и применение глюкокортикоидов. На этом слайде изображены клинические случаи нашей пациентки, которая, как вы видите, пришла на очередное введение, на третье введение эпилемумаба. И при абсолютно хорошем состоянии, при отсутствии жалоб у больной видим высокие цифры трансаминаза. Причем посмотрите, какие цифры. Полторы тысячи, шестьсот тысяч. Больная была госпитализирована. Иначе это было лечение глюкокортикоидами. Как видите, токсичность достаточно быстро прошла. И больная получила всего два введения. И тем не менее эффект сохранялся достаточно долго. По условиям исследования мы не имели права продолжать лечение. В принципе, это было достаточно серьезно. Через шесть месяцев больная запрогрессировала. То есть мы считаем, что эффект сохранялся достаточно долго. У нее появились центральные изменения в головном мозге. И она подвергалась радиотерапии. По сию пору она жива. Поэтому на фоне лечения продолжительность ее жизни исчисляется почти три года. Мы считаем все-таки, что действие эпилемумаба сохранялось даже после двух введений. Со стороны кожи, как и нежелательные явления, будут различные сыпи. Вот здесь у этого пациента вы видите наш пациент, у которого развилась кожная токсичность после третьего введения эпилемумаба. И мы лечили кожную токсичность. Потом еще появилась у него диарея, что потребовало госпитализации. И по алгоритму введения глюкокортикоидов высокими дозами. Вот достаточно интересный клинический случай. У нас много лет назад было исследование тримемумабом, о котором сегодня говорил Лев Вадимович. Это тоже препарат, который воздействует на СТЛ-4. И вот у больной уже прекратилось лечение. У нее уже прогрессирование заболевания, а кожная цепь у нее сохранялась. И со стороны эндокринной системы нежелательные явления в виде снижения функции гипофиза, надпочечниковой недостаточность. Вот на это стоит тоже обратить внимание, потому что больные, во-первых, должны сдавать анализы периодически, ТТГ должны. И достаточно серьезно и кропотливо собирать анамнез у пациентов. Они могут не отметить слабость, которая может быть обусловлена наличием самого заболевания. Поэтому контакт с больным, еще раз хочу подчеркнуть, он достаточно важен. И вот у нашего пациента у одного было осложнение эпилюмаба в виде гипофизита. Я знаю, что у москвичей у них было несколько таких осложнений. Но достаточно быстро это негативное явление было купировано посредством введения глюкокортикоидов, но потребовало, конечно, госпитализации пациента. И еще раз вот такая общая информация по поводу иммунопосредственных явлений эпилюмаба. Значит, большинство этих явлений возникают в течение первых 12 недель от начала лечения. Кортикостероиды обязательно должны использоваться для купирования всех явлений, особенно когда идет речь уже о второй, третьей и более степенях токсичности. Анатотерапия должна быть длительной. И нужно запомнить, что осложнения иммунопосредственные могут носить волнообразный характер, особенно когда терапия глюкокортикоидами не имела длительного пролонгированного действия. И на сегодняшний день в литературе нашелся случай, когда такие вот иммунопосредственные негативные явления отмечались на 47-м месяце лечения иммунотерапии. То есть давно уже прекратилось лечение, а вот токсичность сохранялась. И еще раз подчеркну, что, конечно, должны быть обязательно доверительные отношения между врачом и пациентом. Больной должен своевременно обращаться и использовать еще раз подчеркну, глюкокортикоид длительное время. И при отсутствии не ждать 4-7 дней, видим, что токсичности нет, то есть нет купирования токсичности, и нужно переходить уже на терапию иммунодепрессантами. И достаточно коротко я остановлюсь на препаратах, которые тоже сейчас выходят свет, например, препарат Ниболумаб, пембролизумаб уже не только на слуху, но и проходят клинические исследования и в Петербурге, и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Так вот, сравнение, видите, и пембролизумаба, и сочетание пембролизумаба с Ниболумабом. Третья-четвертая степень токсичности, она практически одинакова, но несколько побольше. У Ниболумаба 22%, у пембролизумаба ниже 22%, а когда два препарата соединяются вместе, ну тут токсичность достаточно большая, 62%, и прекращение исследования, прекращение лечения виду токсичности, как вы видите, в прекомбинированном лечении у 23% пациентов. Профиль безопасности ингибиторов ПД-1, он несколько отличается, но, как видите, токсичность тоже достаточно высока, у больше чем у 80% больных любого вида токсичность будет наблюдаться, пугаться здесь не нужно, она должна быть. Но в основном она имеет первую-вторую степень токсичности, и, как видите, вот эти колонки, где 3-4 степень токсичности, они не превышают даже 3%. И если абсолютный контакт с пациентом есть, то, конечно, он вам расскажет, и можно заранее оказать необходимую помощь. И еще одно, о чем хочется остановиться, при применении ингибиторов ПД-1 наблюдается пневмонит, который не наблюдается при, очень редко наблюдается, мы, во всяком случае, не видели, при применении эпилюмаба, например. И, как видите, степень токсичности, она может быть, 1-2-3-4 степень токсичности, она может быть, вроде бы, невелика, 1-2%, но, тем не менее, это достаточно тяжелые пациенты, которых нужно лечить кортикостероидами достаточно рано, и если они требуют искусственной вентиляции, переводить на это, то есть больные требуют к себе достаточно внимательного внимательного подхода. И вот еще раз токсичность комбинации невулаб и перимумаб, как видите, здесь спектр токсичности несколько другой. В зависимости от того, как мы применяем препараты либо вместе, либо по отдельности, очередуя друг за другом, можно сказать, что совместное применение, конечно, видите, ведет к увеличению токсичности. И в настоящее время продолжаются исследования по поводу ингибиторов PD-L1, это вот еще они под кодовыми названиями. И, в общем-то, токсичность, как видите, спектр токсичности практически одинаков. Драматиты, колиты, сыфь, артралгия. И еще раз вот этот слайд, который характеризует, как себя вести во время иммунонепосредственных нежелательных явлений. И в заключение, конечно, можно сказать, что в последнее время ознаменовалось достаточно революционными изменениями. Мы имеем дело с препаратами, которые имеют уже совершенно другой спектр токсичности. Они обусловлены иммуноопосредованным воздействием. Большинство этих явлений, профиль безопасности на сегодняшний день достаточно известен и требует тщательного мониторирования и приведения своевременных мер. Например, системная терапия стероидами должна проводиться своевременно. И, еще раз подчеркну, постоянный контроль за больным, контакт с пациентом, для того, чтобы более ранее выявить осложнение и на него отреагировать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.